85-летняя Тамара Овчинникова в своём почтенном возрасте не может сидеть без дела, а потому постоянно чем-то занята, будь то уборка двора или покраска стен в подъезде родного общежития. Самое главное, что всё делаю с удовольствием. Вот одна, белю, вот эта высота такая, это же я белила всё. Сама покупаю краску, краска 1180 рублей, ведро. Покупаю, развожу, но если я штукатурмаляр. А нанимаете рабочих за свой счёт или оплачивает? Кто? Никто ничего не оплачивает. Нет, нет, это всё и краска, и шпаклёвка, и цемент, и песок. Всё, всё, всё. Все материалы для ремонта бабушка покупает на сэкономленные пенсионные деньги. Я пенсия, в первую очередь за квартиру заплачу. Без чего жить нельзя. Чего куплю себе? Сахар там, масло подсолнечное, картошка своя с огорода. Ага, сэкономила, пошла быстренько в магазин, купила, там краску. Сегодня одно покрасила, завтра другое покрасила. Соседи пожилой альтруистки отзываются о ней с уважением. Вот самая замечательная бабушка. А что делает для подъезда? Соседи? Ой, она подъезд красит постоянно, там, украшает постоянно, цветочки садит везде. Так что это... Сама Тамара Овчинникова говорит, что, размышляя о жизни, однажды приняла решение, которому остаётся верна и по сей день. Думаю, а для чего я сейчас живу? Детей вырастила, внуков вырастила, дом построила. Для чего сейчас жить? Деда не стала. Думаю, всё равно человек должен что-то делать. И я решила жить для людей. Жители одной из деревушек в Индии занимаются необычным делом. Вяжут одежду для слонов. Смотрители заповедника заметили, что животные странно себя ведут. Оказалось, что они попросту замерзают по ночам. Женская половина одного из соседних поселений решила помочь слонам, изготовив вручную колготки и свитеры для каждого из них. Потрудиться пришлось не на шутку. Только на вязание одежды для трёх слонов ушло несколько месяцев, а впереди ещё 17 комплектов. Как рассказал директор заповедника, слоны пришли в восторг от одежды и не сопротивлялись, когда их одевали. Именно индийские слоны считаются редкими и уникальными в своём роде. В «Красной книге» они числятся в списке вымирающих и максимально похожи на мамонтов. А таких особей осталось совсем немного в мире. Строение туловища у азиатских слонов, а это второе название индийских, сильно отличается от африканских. У них часто оно маленькое, а также уши другой формы, вытянутые и немного угловатые. Слоны в Индии имеют огромное значение. Их возводят в ранг чуть ли не святых животных, а также привлекают к участию в свадебных церемониях. Четырёхлетний Ротвейлер по кличке Дюша помогает своему хозяину Юрию Одинокову в домашних делах, набирая миллионы лайков в ТикТок. Как видно на кадрах, Дюша с радостью приносит по просьбе хозяина лопату, чтобы расчистить во дворе снег, бутылку колы, воды или чего-нибудь покрепче, чтобы утолить жажду. Пёс точно знает, где что лежит. Дюша помогает Юрию Одинокову переодеться после прогулки и дарит хозяйке Ларе подарки. Собаке четыре года. Командам я не обучал, по большому счёту. В той традиционной манере, которую представляют. Нет, больше всего я на взаимодействии с ней. Собака хочет мне помочь, я ей это разрешаю. Собака хочет что-то делать, пожалуйста, но что-то сделай для меня. Вот такое сосуществование. Хозяин Дюши сравнивает помощь пса по хозяйству со стараниями двухлетнего ребёнка. По мнению Юрия, благодаря этой помощи у животного устанавливается более крепкая связь с хозяином. Такая помощь по хозяйству. Вот вы представляете, как помогает по хозяйству двухлетний ребёнок. То есть он ходит, мотыляется за вами, путается в ногах. Вы это терпите и понимаете, что это нужно. Вот как вы это поймёте, да, то уже тут любая команда, ему нравится что-то делать, что-то делать со мной, что-то делать, помогать. Юрий начал снимать своего питомца на видео для социальной сети ТикТок, чтобы показывать внукам. Однако Дюша стал стремительно завоёвывать сердца пользователей. Я сейчас 150 тысяч подписчиков, 4 миллиона одних лайков. Вы представляете, то есть сколько народу смотрит. Вот. Я никого не учу, ребят. Я просто показываю, что можно иначе, по-другому относиться к собаке. Вот и всё. Эти собаки оказались на свадьбе в центре внимания. Все снимки собраны от лучших свадебных фотографов мира, и их главными героями стали не жених и невеста, а их чудесные питомцы. Первый. Невероятно нежный момент, когда твой человек скоро станет супругой. Второй. Море. Лучший друг и свадьба. Чудесней не бывает. Третий. Когда жених хочет остаться инкогнито, и твой друг помогает это сделать. Четвёртый. Любимый питомец вместо букета. Пятый. Когда домашняя любимица достойна поцелуев. Шестой. Эта малышка определённо готова к сегодняшнему дню. Седьмой. Потанцуй со мной. Восьмой. Собака, которая никому не даст сорвать праздник. Девятый. Хозяйка. Я, как никто другой, достоин помогать тебе с фатой. Десятый. Эти красавицы определённо стали самыми стильными мужчинами торжества. Одиннадцатый. Как Дэнди лондонский одет. Двенадцатый. А этот красавчик настолько хорош, что достоин стоять впереди. Бывший шеф-кондитер ресторанов высокой кухни Кузьма Ложников уже более полугода развивает собственную студию в Петербурге, в которой, в частности, изготавливают торты в форме различных блюд. Моя фишка, можно сказать, это реалистичные торты. Торты в виде еды, например, которые ты смотришь на торт и не можешь понять, торт это или нет. То есть люди думают, что им вынесли какое-то блюдо, а оказывается, что это торт. И когда заказывают такие же торты, я всё равно работаю над собой, работаю над техниками, чтобы с каждым разом это было ещё круче, ещё реалистичнее. Как рассказал Кузьма, стать кондитером он решил ещё в колледже, когда увидел работы выпускников одного из своих преподавателей. Сейчас же молодой человек берётся за самые необычные заказы, будь то съедобные здания, машины или торт в виде хинкали или полена. Кондитер признался, что самым вдохновляющим в своей работе считает искреннюю реакцию заказчиков. Это самое вдохновляющее, что есть, это реакция гостей, заказчиков. И в большей степени они не могут понять вообще, что происходит. Им выносят, ну и что, зачем вы мне это принесли. А потом говорят, это торт, в смысле это торт. И говорят, не это торт, это не торт. И вот люди очень удивляются и не верят до последнего, пока у них не вставляют нож и не разрезают. И, конечно, вот эта вот реакция, недоумение меня прям очень сильно вдохновляет. Среди своих самых необычных работ он отметил съедобную копию Миланского собора, торт пельменя, а также Кубок Лиги чемпионов УИФА в натуральную величину. Оригинальный ресайклин старого металла стал основным направлением в хендмейд-творчестве лондонской художницы Барбары Франк. Собранный металлолом, ненужный медный провод и другие старые вещи она превращает в очень интересные и необычные скульптуры животных. Причём мастерица создаёт не простые фигурки, а подвижные. Её произведение искусства умеет шевелить крыльями, лапами, хвостами и даже пританцовывать. Свою работу мастерица начинает с создания проволочного каркаса, а затем приспосабливает все найденные или купленные на барахолках металлические и другие детали, чтобы придать очередной скриптуре задуманный вид. В ход идёт буквально всё – от кухонной утвари до шахматных фигурок. А результат просто завораживает. Трогательные кадры были сделаны в аквариуме Северной и Южной Америки в Новом Орлеане. На них самка, находящегося под угрозой вымирания африканского пингвина, проводит время со своим детёнышем. Малыш появился на свет меньше месяца назад у пары пингвинов – самки по кличке Хьюбик и самца Оцио. Потомство у этих птиц было и в прошлом году. На свет появился малыш Зион. Всего с 1991 года в аквариуме родились около 56 птенцов редких африканских пингвинов, что внесло весомый вклад в сохранение находящегося под угрозой исчезновения вида.